Добрый день, это итоги недели на канале CivilNet. Я и мой коллега, политолог Тигран Григориан, постараемся проанализировать и представить вам основные события уходящей недели. Также я сообщу вам, дорогие зрители, что вы можете отныне поддержать CivilNet финансово. Для этого нужно зайти на сайт CivilNet, civilnet.am, нажать на кнопку Donate и пожертвовать столько денег, сколько вы считаете нужным. Это важно для продолжения нашей работы и нашей независимости. Приветствую, Тигран. Здравствуйте. Рад, что получилось поговорить с вами. Тигран, смотрите, события, которые произошли на этой неделе, они, можно сказать, являются продолжением или звеньем тех событий, тех процессов, которые происходили и происходят в предыдущие недели, месяцы и годы. Эти события в основном касаются, конечно же, на Горно-Карабахского конфликта, процесса так называемого налаживания отношений или мирного процесса с Азербайджаном. Лачинский коридор уже вторая неделя, как закрыт. То есть, мы уже посчитаем, то есть, больше всего не посчитали, больше 264 часов. Это больше 10 дней, как закрыт. И вообще конца и края этого процесса не видно. Сначала было понятно, что вроде бы это на несколько дней, это блокада, а сейчас уже говорят о том, что это может длиться и долго. Насколько долго, какие политические цели ставит перед собой Азербайджан, изменились ли в процессе эти цели, и при каких условиях Азербайджан откроет? Да, мне кажется, Азербайджан откроет эту дорогу или коридор только при выполнении некоторых своих требований, или как минимум некоторых требований, если не всех требований. Требования Азербайджана можно разделить на две группы. Локальные требования и требования более крупного масштаба. Локальные требования известны, они озвучиваются. Это допуск так называемых экологов на рудники, находящиеся на территории Нагорного Карабаха. Конечно, это будет только началом этого процесса, и конечной целью Азербайджана является полный контроль над этими рудниками. Мы видели, что была информация в прессе, что эти рудники уже были проданы английской компанией. Хочу также напомнить, что та же самая английская компания, Anglo-Asian Mining Group, если я не ошибаюсь, купила также рудники в Зангелане и в других местах. Недавно. Да, до начала войны 1920 года именно в конечном счете были сделаны эти сделки. И понятно, что вот это требование допуска так называемых экологов к рудникам, это только начало процесса. Азербайджан будет пытаться восстановить полный контроль, если использовать их терминологию, над этими рудниками. И вот так Азербайджан по разным направлениям пытается по кусочку восстановить контроль над Нагорным Карабахом. Второе локальное требование – это, конечно, изменение всех этих регуляций, которые действуют на коридоре. Азербайджан будет требовать, чтобы на Лачинском коридоре действовали более жёсткие регуляции, более жёсткий контроль. Речь может идти о установке так называемой таможни. Эта таможня может быть российской или азербайджанской, но тот статус-кво, который был на Лачинском коридоре до начала вот этого кризиса, неприемлем больше для Азербайджана. Почему сейчас эти требования ставятся? Вроде бы, как говорится, ничего не предвещало беды, но всё-таки это случилось. Почему сейчас? Давайте хронологично подходим к этому вопросу. Азербайджанцы появились на этом участке. Первый раз, конечно, из-за рудников и так далее, но потом этот мониторинг не случился. Потом во второй раз. Но после того, как была встреча в Москве, если я не ошибаюсь, Мегера Григориана со своим азербайджанским коллегом и российским коллегой по разблокировке транспортной коммуникации, ни к чему это не привело. Очередная встреча по разблокировке, можно сказать, не привела никаким результатом. И после этого мы видим появление азербайджанцев на Лачинском коридоре. На коридоре, что Азербайджан требует, чтобы вот так называемый Зангерзурский коридор имел тот же статус, что и Лачинский. То есть, здесь не находите ли вы, что в этом плане есть определённая взаимосвязь? То есть, они требуют на самом деле, конечно, рудники и так далее, подобное, это хорошо, но главной политической целью это является вот именно открытие Зангерзурского коридора и в том статусе, что Лачинский. Да, безусловно, и это была вторая часть моего ответа. Я говорил о более крупных требованиях, и эти крупные требования в основном две. Это вот открытие или предоставление Азербайджану так называемого Зангерзурского коридора и, конечно, повестка мирного договора. Что касается Зангерзурского коридора, то помним, что президент Азербайджана Алиев ещё несколько месяцев назад заявлял на какой-то встрече, что Азербайджан два года терпел, предоставлял Лачинский коридор Армении и не препятствовал движению транспортных средств по этому коридору, со стороны Армении не было сделано никаких шагов. Он имел в виду, конечно, открытие так называемого Зангерзурского коридора. И понятно, что в данном контексте Лачинский коридор используется как рычаг давления на Армению в вопросе открытия этого самого коридора и в вопросе регуляций на этой дороге, которая должна связывать материковый Азербайджан с эксклавом Нахчеван. Что касается мирного договора, то мы видели, что после прашки встречи в начале октября вроде бы обе стороны заявляли, что к концу года к концу года должна быть подписана бумага какая-то, говорилось о разных бумагах, либо это должен был framework agreement, либо полноценный мирный договор. И армянская сторона в Праге на самом деле пошла на очень большую уступку, потому что согласилась вести переговоры на основе именно азербайджанских пяти принципов, которые были опубликованы еще в марте. Но даже переговорный процесс на основе азербайджанских принципов, когда армянская сторона в принципе только реагирует на предложения Азербайджана, уже несколько раундов таких переговоров случилось, даже вот такие переговоры, которые тем не менее субстантивные, потому что Армения все-таки пытается там какие-то свои интересы отстаивать, невыгодный Азербайджан, Азербайджан просто хочет, чтобы Армения вот в таком ультимативном виде, в ультимативном виде подписала ту бумагу, которую поставили перед ней, и чтобы вообще вопрос будущего Нагорного Карабаха даже вне повестки мирного договора никак не обсуждался, потому что мы помним, что в конце сентября, например, когда состоялась встреча секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Хаджиева в Вашингтоне, американская сторона выдвинула идею так называемого механизма прямых переговоров между Степанакертом и Баку. Эта идея тоже неприемлема для Азербайджана. Для Азербайджана неприемлемый российский вариант, который предполагает отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха и вопрос вообще политического урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта на будущее. Поэтому вот и создалась такая тупиковая ситуация. И сейчас Азербайджан вернулся к этой тактике или политике силовой дипломатии, когда давление на Армению военными способами или другими силовыми способами имеет цель достичь политических и дипломатических результатов. А что Армения делает в этом плане для разблокировки транспортного лачинского коридора? Мы видим определенную дипломатическую активность на других площадках, то есть на площадке ООН, с Советом Безопасности он был обсужден, этот вопрос. И Армения предлагает туда направить миссию по сбору фактов ООН и ОБСЕ. Но в то же время Армения отказывается от ранее согласованной встречи в Москве, трехсторонней встречи с Лавровым, с министром иностранных дел России и Азербайджана, с Лавровым и Байрамовым. Мотивируя это тем, что ситуация изменилась, сейчас лачинский коридор перекрыт, и Армения занимается именно вопросом разблокировки этого коридора. Здесь у меня два момента для меня непонятные. С одной стороны, если Армения не едет на эту встречу, что это значит? То есть, как Армения пытается разблокировать транспортный коридор, если Армения не разговаривает с теми, кто блокирует этот коридор? То есть, теми, кто имеет на этом коридоре определенное влияние. Российская сторона, что держит этот коридор по договору 9 ноября 2020 года под контролем, и азербайджанская сторона, которая должна гарантировать свободное перемещение, а сейчас не гарантирует, а сейчас просто перекрыла. То есть, что это значит? Почему Армения не едет? Ну да, что касается действий Армении, то понятно, что тут инструментарий, инструментарий только дипломатический, особых других инструментов в Армении на данном этапе нет. Мы видели, да, что произошла встреча Совета Безопасности ОН, где, в принципе, практически все члены Совета Безопасности призвали открыть дорогу. Что касается встречи в России, то это уже определенный паттерн поведения власти Армении. Мы помним, что после сентябрьской эскалации премьер-министр Пашинян отказался ехать на саммит Шонс в Душамбе, и тогда тоже была вот это... Это было в разгар эскалации. Ну, можно сказать, что сейчас тоже эскалация продолжает существовать, или ситуация напряженная существует. Мне кажется, главная причина вот таких действий в том, что в Ереване власти Армении видят все-таки какую-то геополитическую подоплеку за всеми этими процессами. То есть, я практически уверен, что они думают, что Россия участвует вот в этом процессе. То есть, это какая-то согласованная действия между Россией и Азербайджаном для того, чтобы открыть замгизорский коридор. Я думаю, что есть такое восприятие у людей, которые принимают решения в Ереване, и они рассматривают эту ситуацию, вот создание таких эскалаций, потом встречи после этих эскалаций или во время этих эскалаций как потенциальный механизм влияния на Армению. Склонить Армению к... Да, я не говорю, что это соответствует реальности. То есть, у нас нету достаточной информации для того, чтобы сделать такие выводы, что именно Россия и Азербайджан там совместно какие-то действия совершают. Но мне кажется, также принимая во внимание все выступления представителей властей, все прежние статьи анонимных источников, мы помним все эти статьи. Я прихожу к выводу, что все-таки да, они рассматривают вот эти встречи как инструмент давления на Армению в вопросе, например, того же Занизурского коридора или в других вопросах. Насколько вообще, так скажем, уровень эффективности или уровень анализа армянских властей в этом плане ситуации, понимание ситуации в этом плане. Но не скажу, соответствует действительности. Мы не знаем на самом деле, каким образом Баку и Москва общаются, у них есть ли какая-то договоренность или нет. Но вот прийти к такому, потенциально, к такому умозаключению и из этого делать определенные выводы и не ездить в Москву. То есть, с одной стороны, да, ты вроде бы демарш, демонстрируешь, но с другой стороны, с кем ты обсуждаешь открытие Лачинского коридора, если они у них, у этих людей нету на месте своих акторов. На месте имеется, то есть, на месте являются актерами Россия и Азербайджан, и Турция в каком-то плане, потому что интеграция Азербайджана-Турецких вооруженных сил особенно идет полным ходом. То есть, здесь вспомнилась анекдота про Сталина, когда ему говорили, что нужно для повышения твоего имиджа встречаться с Папой Римским, он говорил, а сколько у него дивизий. Да. Ну да, мы знаем, что в Ереване после окончания Второй Карабахской войны вся ставка делается на какое-то международное давление на Азербайджан. Даже некоторые представители армянских властей говорят, что мы должны делать все, чтобы наши позиции совпадали с позицией международного сообщества. Ну, как мы, как видим, как последние полгода показали, вот это международное давление в лучшем случае может на время остановить какие-то эскалации, но серьезных каких-то решений ожидать от давления международного сообщества несерьезно. В этом плане, да, конечно, нужно было умудриться, чтобы Азербайджан пошел на такую большую эскалацию, в принципе, унизил российских миротворцев в Латчинском коридоре, и в конце получилась такая ситуация, что это Армения, типа, неконструктивная сторона, и что Армения препятствует там каким-то переговорам, поэтому я думаю, что это все-таки была ошибкой не ехать в Москву, можно было бы поехать в Москву и прямым текстом заявить о всех претензиях, которые есть и к российской стороне, и, естественно, и к азербайджанской стороне. Да, и можно было выйти из переговоров, там, с собой ввести туда СМИ свои, связи с там на своей информацией, высказать свое мнение по этому поводу, если нужно публичный резонанс, если не решается вопрос. И последнее, есть общественное, так как уже длительное время продолжается блокада Арцаха на городе Карабаха, есть сейчас общественная инициатива, вы об этом в своем фейсбуке тоже написали, что вот давайте, если никто ничего не предпринимает, просто мы как общественники или люди, которые думают о забоченной ситуации и так далее, это я имею в виду, если я не ошибаюсь, эта инициатива исходит из Карабаха, из Арцаха, да, группа людей хочет, если проще там представить, идея такая, что группа людей хочет просто дойти до того места, где заблокирован участок дороги и встретиться с азербайджанцами, поговорить с ними, понять, чего они хотят и как можно разблокировать ситуацию, разблокировать дорогу. вы выступаете против данной идеи. Почему вы против? Ну, во-первых, начнем с того, что эта инициатива не может дать никаких практических результатов, потому что, я как уже отметил, у Азербайджана есть конкретные требования. Эти люди, которые хотят поехать на переговоры с так называемыми активистами, понятно, что не готовы выполнить эти требования, и даже если бы были готовы выполнять эти требования, у них нету таких полномочий, чтобы эти требования выполнять. Второй момент, который самый важный момент, это то, что эта ситуация соответствует интересам Азербайджана. Мы знаем, что Баку пытается представить все процессы, которые происходят вокруг Нагорного Карабаха или в Нагорном Карабахе вот этом межобщинном формате, то есть, там есть какая-то армянская община Нагорного Карабаха, есть также азербайджанская община, там нету государства, нету государственных структур, и Азербайджан готов напрямую общаться со своими гражданами. Да и институционализация Нагорного Карабаха. Да, то есть, если ты игнорируешь государство, обходишь стороной государства, я понимаю, почему у людей возникают такие мысли, я знаю ситуацию очень хорошо, в Нагорном Карабахе система государственного управления очень эффективная, политическая и властная элита, особенно после Второй Карабахской войны, очень инертная, есть нехватка политической воли, и люди просто не хотят сидеть и ждать, что случится с ними в такой ситуации, хотят сделать какие-то активные шаги, но перед тем, как делать такие шаги, конечно, нужно обдумывать, нужно советоваться с людьми, которые всё-таки понимают, что происходит и какие цели преследует Азербайджан. Я уверен, что если вот эта инициатива состоится, никаких результатов абсолютно не будет. Азербайджанская пропаганда представит вот эту поездку активистов к азербайджанским так называемым экоактивистам как нежелание армян, используя их терминологию, наших армянских граждан, которые живут в Нагорном Карабахе, следовать указаниям или законом так называемого государства или бандформирования, например, они могут даже так сказать, которые держат под контроль. Мы же видим, какие нарративы последние дни выпускаются из Баку, что вот Рубен Вартанян приехал, всё испортил, и что он чуть ли не насильно там держит население, что дорога открыта, люди могут ехать, и это Рубен Вартанян и его команда не разрешают, или другие лидеры Нагорного Карабаха не разрешают гражданам интегрироваться с азербайджанскими своими соотечественниками. То есть, это очень опасная инициатива, и я надеюсь, что всё-таки не будет такого решения, и на самом деле это и обострит ситуацию на месте, потому что всё-таки на этом участке есть азербайджанское военное присутствие. Мы видим все эти крандры, вот как раз вот это участок, где есть электростанция, там всегда стояли азербайджанские военные, и это может даже углубить или ухудшить ситуацию и привести к новой эскалации. Спасибо вам, Тигран Тигран. Вам тоже спасибо. Это были итоги недели на канале Севельнет. Следите за событиями и за работой Севельнет. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...